Поселок Поливановка стал для местных жителей настоящей черной дырой. Здесь постоянно исчезает вода. Правда, причина не мистического характера. Все проще. Водопроводные сети в поселке настолько изношены, что аварии здесь происходят практически ежедневно. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Десять дней воды вообще нет. Вооружаться бутылками и ведрами для жителей Поливановки не впервой. Колонки и краны здесь пересыхают постоянно. Коммунальные службы в поселок приезжают как на дежурство. Вот наши нанотехнологии, чем ремонтировать водоканал в данный момент, трубы водяные. Для ремонта полусгнивших труб здесь используют деревянные чопики. Правда, вбивать их скоро будет некуда. Коммуникации Поливановки пестрят заглушками, как ежи, иголками. Эмиль стал невольным свидетелем уже десятков попыток отремонтировать сети. Говорит, ни одна не завершилась полным триумфом. Страдает в итоге его жилище. Вода хлещет прямо в дом. Под фундамент дома протекает вода. Вот она вытекает, как ручей. Значит, наполнилась под фундамент и начинает выбивать ключом наверх. Помидоры, все, которые я ухаживала. На морковь, на чеснок, на лук. Все затопило. Вода была по колено. Я боялась. И тут фундамент, как бы мне туда пошло. Я не знаю даже. Вода стояла кругом, по колено. Ее дому тоже досталось. Но больше пострадал огород. Когда очередной раз прорвала коммуникации, вода затопила весь участок пенсионерки Валентины Васильевны. Диспетчеры водоканала быстро не отреагировали. Действовать пришлось соседям. Вода продолжала пребывать, и люди сами ее перекрыли. Они уже привыкают к тому, что для добычи воды приходится совершать пешие прогулки. В водоканале разводят руками. Мол, да, ситуация тяжелая. Но что делать, если нет денег? Только и остается ремонтировать то, что сгнило. При высоком износе этих средств практически недостаточно. То есть необходима полномерная замена коммуникаций. Но вследствие нашей весьма скромного финансово-экономического положения полномерную замену коммуникации мы в настоящее время себе позволить не можем. При таком положении дел жителям Поливановки и других районов города не стоит рассчитывать на улучшение ситуации. Все может измениться, лишь если Саратовводоканал перейдет в концессию. Это значит, что права на предприятие передадут частным инвесторам, который уже займется реконструкцией сетей.